Дорогие друзья, с вами Криптофотеев, сегодня у нас обзорчик по биткоину, с вами Криптач, да, как говорится, называл себя так недавно один из блогеров, но тем не менее, давайте не о грустном, сегодня мы поговорим о криптовалютах, что сегодня здесь у нас происходит. Ну, выстрелил у нас Эфириум Классик, ну не у нас, а у рынка, потому что Эфириум Классик мы по очень такой, по одному состоянию, конечно, скинули, и скинули мы его, конечно, рановастенько, но тем не менее, прибыль есть, ну и ладно. По поводу Кьютума, в випке у нас выстрелил Кьютум, если что, в телеграм-канале вы найдете результаты. Что касается самого рынка, он пока что ничем не примечателен, кроме отдельных альткоинов, которые сейчас стреляют, я считаю, что альткоины должны стрелять, почему? Потому что, если в один день ничего не происходит, у нас биткоин стоит на месте, то где-то какому-то альткоину нужно набрать ликвидность, нужны покупатели. Поэтому альткоин и будет пампиться, в особенности тот альткоин, который, например, не дал еще X2 или, возможно, X3. Я считаю, что в перспективе многие альткоины дадут X3, потому что некоторые уже дали X3, да, тот же лайткоин, биткоин, кэш, а мы сейчас видим, что очень хорошо они себя показали. Binance Coin, то есть я считаю, что X3 пока что это потолок у рынка, и это такая норма, которой нужно придерживаться. Я даже, возможно, уверен в том, что Ethereum DustX3, это будет у нас, значит, район, если мы берем минимальную отметку 80 долларов, 80 плюс 80, это 160, а значит, еще 80, это 240. Соответственно, 240 долларов Ethereum должен, ну, обязан стоить, да, потому что, ну, если Ethereum, если это король ICO, на данный момент IEO, хотя некоторые IEO есть на Ethereum, но это ни о чем не говорит, это ничего не значит, но тем не менее. Я считаю, что Ethereum так или иначе должны, конечно же, помпануть. Вопрос времени. Что касается биткоина, чего интересного мы можем здесь наблюдать, то, что, опять-таки, здесь у нас происходят вертолеты, такие движения с выбиванием стопов. Также это очень хорошо видно и виднеется в таких криптовалютах, как Ethereum, видно, что это было у Litecoin, в особенности, ну, больше все-таки видно здесь. Здесь обычные бары, обычный график, ничем не примечательный. Ну, единственное, что здесь, да, было агрессивное движение, где выбивали стопы. Но, тем не менее, еще движение локальное такое восходящее сохраняется. Зеленая зона, это позитивно. Хоть, в принципе, я и не вижу никаких преград для того, чтобы биткоин сейчас вот таким образом сделал вертолет на 4700 долларов, чтобы повыбивать стопы. Это было бы, в принципе, адекватно, что может, в принципе, и быть. Поэтому я считаю, что к этому нужно быть готовым. Единственное, что как от этого защититься, это ставить стоп либо максимально коротко, чтобы сохранить прибыль, либо максимально широко. Да, если мы берем там Ethereum, то стоп широкий должен быть у вас за 150 долларов. Но это в том случае, если вы заходили здесь, сохраняли свой лонг, да. Я считаю, что это огромные риски. Если вы заходили, например, в 180, то у вас стоп будет широкий на 150. Но это никуда не годится. Вы просто себя будете в минуса вгонять. Поэтому мое, в принципе, ну, так скажем, мое видение состоит в том, чтобы вы все-таки ставили стоп, сходя из своей ситуации, когда вы делали покупку того или иного криптовального актива. Но что-то мне кажется, что нет смысла стопы сейчас ставить. Тем более, у нас зеленая зона, сохраняется хорошее движение, есть объемы. Хоть и нужно признать, что большинство объемов это абсолютный фейк. Я считаю, что сейчас у нас действительно такое благоприятное время, когда можно заработать. То есть, можно как-то позволить себе просадку в 1-2%, а потом получить плюс 10, плюс 20%. То есть, еще у рынка есть, конечно, потенциал для роста и есть для роста потенциал у некоторых альткоинов еще в порох-порохомницах. Что касается, значит, биткоина, дело в том, что биткоин перекуплено. Значает ли это луну или гибель? To the moon или to the dno? Соответственно, есть индикаторы, которые на это показывают. Также здесь говорится, что рынок стал настолько сжатым, волатильность была настолько низкая, что просто взорвалось. Это вспыхнуло, он был выпущен из клетки. Теперь это вопрос продолжительности. Я подозреваю, что когда у вас такой огромный пузырь, у вас всегда будет множество людей, которым нужно будет продать биткоин. Ну, я считаю, что здесь все-таки у нас необходимо сбросить толпу, набрать ликвидность. И было бы неплохо еще набрать ликвидность в зоне по биткоину от 5000 до 5400. Можно совершенно хорошо набирать ликвидность, а потом, в принципе, вертолетом позбивать стопы, что я, в принципе, и думаю сделает. То есть трейдеры, которые трейдят. Здесь вот это движение, то есть прямоугольное, такое локальное движение, которое, в принципе, ну, его видно, да. То есть вот в этой зоне все это происходит. Но, по сути, происходит не в зоне 4700, да, потому что здесь у нас будут выбиваться стопы. А, по сути, происходит зона у нас имеется для сетапа, для трейда, где трейдеры работают. Это вот этот кусочек, то есть наполовину, да. Вот здесь трейдеры работают. Соответственно, здесь будут тенью. Я считаю, что выбивать это все дело, выбивать стопы. И, в принципе, не давать потом локально расти всем, да. То есть, в частности, трейдерам. То есть, конечно, будут отнимать деньги у народа, у обычного народа, да. И сейчас, как бы, холдить на самом деле криптовалюту. Вернее, держать криптовалюту, которая была закуплена, например, здесь. Ее куда выгоднее, нежели здесь совершать какие-то локальные трейды. И даже если вы будете совершать локальные трейды, то вы знаете, что у вас есть точка, это 5000. Вы можете здесь купить биткоин. Как до этого у меня были видеоролики, где я написал и заявлял о том, что вы можете рассматривать покупку альты, когда биткоин стоит 5000 долларов. То есть, вы можете рассматривать покупку альты, которая еще не выстрелила, да. И, соответственно, когда биткоин идет наверх, тот же эфириум у нас стоит уже 170-175 долларов. А когда биткоин, значит, в отметке 5000 долларов, в такой более такой красной зоне, то эфириум у нас имеет стоимость 156 долларов. То есть, в принципе, можно здесь работать. Что касается, значит, Рен Нюнер, он заявил, что если биткоин был пузырем, то я никогда не видел, чтобы пузырь всплывал дважды. Но, опять-таки, в принципе, вот это дилетантство непонятно о чем, о пузыре. Биткоин – пузырь, безусловно, но пузырь, который сдулся. Сдулся и опять надувается. То есть, пузырь не лопнул. Потому что новости преподносятся так, что пузырь лопнул. А если пузырь лопается, это закрывается проект. Как может биткоин закрыться? То есть, любая криптовалюта, которая есть в CoinMarketCap, она может, в принципе, соскамиться, умереть. Может, разработчик. Потому что биткоин все-таки, то, что на комод, не поймешь, кто там. Но тизер может скомануть. Но в отношении биткоина так не скажешь. Поэтому пузырь просто не лопнул, а сдулся. Соответственно, я считаю, что некорректно. Поэтому здесь даже не стоит эти новости читать. Потому что изначально заголовок, он не соответствует тому, чему нужно. Что касается Ethereum Classic. Дело в том, что экосистема обсуждает предстоящий хардфорк Antlantis, который будет в будущем. И на фоне этого у нас Ethereum Classic взлетел. Но на самом деле мы заработали на Qtun сегодня. Поэтому локальный трейд, можно сказать, успешным. Плюс 7% против плюс 28%, грубо говоря. Но я считаю, что здесь нужна холодная голова. Не нужно гоняться за суперприбылью. То есть, если вы не были в Ethereum Classic до этого, то не стоит сейчас даже в него заходить. Как бы я считаю, что есть инструменты, куда, ну, такие перспективные. На Ethereum Classic все не сошлось. Свет клином не сошелся. Что касается, значит, участников RJ20. Они обсудят проблему отмывания денег при помощи криптовалют. И, соответственно, страны-участницы большой двадцатки соберутся 8-го, 9-го июня в японском городе Факаока, чтобы обсудить вопросы международного регулирования криптоиндустрии. Ну, вот уже 8-й, 9-й июня. Это вот какой-то уже определенный дедлайн. Что будет с криптовалютами. И, в частности, группа G20 намерена уже сточить требования к идентификации личности пользователей для обеспечения прозрачности потоков криптовалютных платежей. Вот и приехали. То есть, перед булраном определенно будет одобрение криптовалют. И уже страны G20, большой двадцатки, поймут, что делать. Как это все дело регулировать. Ну, я считаю, что нужно уже действия. И, скорее всего, будут действия. Они уже есть. И, соответственно, уже криптовалюту не так будет просто купить и продать. Потому что все это будет под налогом. Как только страны определятся, как только страны будут забирать свой куш, тогда криптовалюты взлетят на луну. Ну, вот представьте, вы заработали там на биткоине. Условно говоря, у вас лунг получился x2. Ну, вот как у меня, да, например, у вас там было 40 тысяч. Ну, даже больше вы сделали, чем x2. 40 тысяч долларов вложили. Получили 100, там, 10 тысяч долларов. И, конечно, 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 вот эти деньги, вот x2, да, грубо говоря, которые вы сделали, нужно будет как бы декларировать. Нужно отчитываться, откуда деньги, как они, и что, и где, и когда. Поэтому, конечно, нужно будет отчитаться. Ну, и, кстати, мнение, что фиатные деньги возвращаются на рынок криптолют. Это новый приток фиата в крипту. Розничные покупатели возвращаются на рынок. Мы работаем со многими биржами. В течение последних 2-3 месяцев наблюдаем довольно устойчивый рост объемов депозитов, который в 2016-2017 году был явным признаком булрана. Последний начался в конце 2016-го и продолжался до конца 2017-го года. Кстати, тут ошибочка у фарклога. Но, тем не менее, как бы я прочитал. Ну, что сказать, то есть, все позитивные новости и все это указывает на то, что такое ощущение, что биткоин реально пойдет на коррекцию. То есть, вернее, он уже на коррекции, да, то есть, отрабатывает вот это падение. 5400 и дальше только вниз. То есть, такое ощущение, что новости реально штопаются под то, чтобы заманить и собрать уже ликвидность сейчас. И потом все это дело обронить. Хотя я вот не вижу никакого смысла. По сути, то, что у нас произошло, почему движение наверх пошло, просто на BitMEX сбрили шартистов на несколько миллионов долларов. И, соответственно, мы увидели такой вот рост. Сейчас ждут новое мясо, возможно, последуют новые шартовые позиции. И опять это все дело сбреют. И таким образом толкнут биткоин на 5700, что, в принципе, тоже вероятно. Поэтому я считаю, что чем больше сейчас будут заходить в шорт, тем больше будут брить. И если мы рассматриваем какие-то шорт позиции, я считаю, что это нужно делать после импульса. То есть, определенно, после выстрела биткоина на 5400-5700 становиться в шорт и там уже работать. Сейчас что-то делать я не вижу никакого смысла, потому что практически курс плывет, он удерживается. И здесь нельзя сказать, что нужно определенно сейчас становиться в шорт. Определенно может быть вертолет, но вы должны понимать, что риски очень большие. И движение здесь будет зачастую такое соблюдаться. Какое-то плавающее, все-таки флэтовое и неинтересное. Потерять деньги есть огромный потенциал. Поэтому лучше все-таки займитесь тем, чтобы разобраться, что за монеты у нас есть с потенциалом, где там есть интересные новости. И просто вложите часть своего депозита в ту монету, которую вы найдете и получите профит. Ну и, конечно, меньше нервов вы потратите и больше профита будет у вас. А с вами был Криптовкей. Всем удачи, всем пока и до новых встреч. Продолжение следует...